Здравствуйте, друзья! Суббота, выходной день. Сейчас у нас 21 октября 2017 года. Утро. Проснулся я сегодня в 7 часов утра сам с таким очень хорошим зарядом бодрости, энергии. Лег примерно вчера в 11.30 уже ночи. Выспался и что я сделал сейчас? Я помылся с мылом. Надо раз в неделю с мылом мыться, все-таки счищать с кожи всю грязь, токсины. И сегодня у меня будет мой день. Буду работать. Сейчас нужно хорошенько наесться углеводами, поем каши. Каша будет пшенной. Добавлю туда перемолотый лен, яичную скорлупу перемолотую, как обычно, ложку спирулины. И потом, насытившись углеводами, сделав такой запасик себе, я побегу в лес. Буду бегать, буду бегать. Ну, посмотрим, как получится, как пойдет. Покажу вам свой завтрак, что подготовил. Подогрел пшенную кашу. Сюда сейчас в нее добавлю перемолотый лен, ложку спирулины. И обычно на неделю я добавлял чайный порошок, ой, чайный. Добавлял яичный порошок, яичные скорлупы. Причем не было времени, я его не гасил. А сейчас решил его гасить. Пересыпал в отдельную банку частично. И накапал туда сок лимона. Причем, так совпало то, что лимон этот, сейчас я снял свой собственный домашний. Вот тут растут у меня лимоны. Вот эти вот маленькие, зелененькие. Ну и висел уже желтый, который пора было снять. И он как раз сейчас очень хорошо пригодился. Ложку, точнее пол чайной ложки я уже яичного порошка съел. Ну и сейчас, что я делаю. Я теперь высыпаю лен прямо сюда в кашу. И хорошенько перемешиваю. Причем, когда я подогревал кашу, я туда на дно налил, на дно эмалированной вот этой миски налил воду. И эта вода сейчас, ну, ее количество не очень большое, поэтому я долью сейчас еще немножко воды. Чтобы лен перемолотый, мука и спирулина хорошенько растворились в воде, перемешались. Стали более такие, более удобные для того, чтобы их можно было съесть. Получилась вот такая каша, теплая, вкусная. Добавляю туда еще шкурку лимона, потому что, ну, все-таки домашний лимон. Я вот часть лимона использовал для того, чтобы загасить яичный порошок. И шкурку съем, потому что все-таки домашний лимон. Ну и, конечно же, как обычно, добавляю чеснок. Хотя, вот сейчас я как бы готовлюсь к бегу. У кого проблемы с сердцем, чеснок перед бегом есть не рекомендуется. Так что аккуратнее. Я вообще вот что заметил, да, какую еду я могу есть сразу перед бегом. Это фрукты. Они вообще, то есть, как бы их в любом количестве съешь, и можно бежать прям сразу. Ничего не заболит, ни бог, ни никакого плохого самочувствия не будет. И также заметил такую же штуку с долгими углеводами. То есть, например, если есть каши какие-нибудь такие из пшеничной муки, из ржи, из пшено просто, ну и так далее. Причем без добавления там масла, без добавления. Ну, то есть, у меня тут масло получается такое, условно масло, это перемолотый лен. Он как бы жирный и идет как масло. Вот, ну, я имею в виду, не добавляя там сливочное масло и так далее, не добавляя никакие там белки животного происхождения. Потом на такой каше можно тоже сразу, можно сказать, бежать. Ну, то есть, как бы у меня тоже проблем никаких не было. И это даст мне довольно-таки продолжительную по времени энергию, чтобы бегать. Ну, и касательно чеснока и других условных лекарств природных перед бегом, употребления их перед бегом. Тоже отмечу момент, если, ну, со здоровьем все в порядке, да, и по самочувствию, то как раз добавлять такие вещи, ну, условные природные таблетки, как раз перед бегом очень полезно. Почему? Потому что получается так то, что и чесночные вот эти все пары попадают в кровь, и там, если красный перец есть, там, аджику какую-нибудь, или горчицу, или имбирь, ну, и так далее, хрен. Все это попадает в кровь, да, с пищеварением. И потом, когда человек бегает, у него и лимфа ускоряется, и кровь ускоряется. То есть, все клетки тела, да, все ткани тела можно будет этими парами условных таблеток, так сказать, напитать. И они произведут очень хороший, ну, свой лечебный эффект. Пока я ем кашу, взгляд у меня упал вот на такой продукт, жареные подсолнечные семечки. И что я тоже тут хочу подметить, вот такие вещи перед бегом лучше не есть. Потому что, ну, вот, да, у меня опыта этого было очень много, я такие штуки закидывал, и сразу появляется слабость. И сытость, и слабость. Почему? Потому что там, потому что этот продукт очень жирный, и жир этот, он термообработан, то есть, он прошел термическую обработку. И он, он очень сильно нагружает печень. Ну, и в этом смысле получается вот каши, то есть, как бы, да, я сейчас кашу фактически ем без масла. Ну, то есть, я сказал, что там есть лен перемолотый, но лен перемолотый, он не проходил термообработку, поэтому он не так будет грузить печень. Вот, ну, и в этом смысле получается, наверное, да, можно добавлять в такие каши масла свежедавленные, свежедавленные, то есть, без термообработки, и тоже должно быть все нормально. Ну, наверное, да, тоже с количествами не стоит перебарщивать, причем масла, какие-нибудь там подсолнечного масла, оливкового, еще есть хорошее рыжиковое масло, ну, или льняное, ну, или какие-нибудь подобные. Но главное, чтобы они были свежедавленные. Ну, точнее, точнее, если быть правильным, это называется холодный отжим, то есть масла холодного отжима. И еще один касательно еды момент хочу важный отметить. Вот есть такое в книжках мнение, то, что там пропусти завтрак, если, например, там не хочется, да, там поголодай условно. И, ну, и таким образом, как бы, будет здоровье. Есть книжка какая-то, что-то там, беззавтраковый план. И Поль Брэк тоже писал об этом в своей книжке «Чудо голодания». То, что он утром бежал в горы, ну, там, поев, там, может быть, летом дыню какую-нибудь, вот, и больше ничего такого не ел. А иногда просто натощак бежал. И я тоже пробовал, пробовал пропускать завтраки, но в итоге у меня получалось, что у меня получалось из этого обжорства под вечер. А так делать нельзя. То есть, как бы, тут опять-таки нужно отталкиваться от себя. Поль Брэк на ночь не натрамбовывался, да, поэтому он, ну, если, как бы, хотел пропустить какой-то прием пищи, то он это делал без последствий. И это очень важный момент, и поэтому я вот, как бы, сейчас тоже не прям-таки хотел уж завтракать, вот, но я позавтракал для того, чтобы потом не объедаться, да, чтобы энергия появилась, чтобы я мог хорошо побегать, вот, и потом опять-таки принять какую-нибудь адекватную порцию, не огромную пищи. А еще пару моментов отмечу. Первое, касательно, вот, почистить зубы. Я сейчас утром чищу зубы после еды, то есть, я сейчас позавтракал и почистил зубы. А после того, как проснулся и пошел умываться, я почистил язык. Не знаю, как-то мне кажется, наверное, нет смысла чистить зубы прямо вот сразу после сна. Хотя, может быть, конечно, и есть тоже, и после сна почистить, и после еды, но я вот, как бы, решил для эффективности своей после еды чистить зубы. И еще один момент отмечу касательно, вот, я помылся, получается, утром с мылом, да, и сейчас пойду в лес, возможно, будет довольно-таки долго бегать. То есть, как бы, можно сказать, то, что было бы логично помыться после бега. Но у меня здесь какое размышление. Я хочу открыть свои поры перед бегом для того, чтобы организм через кожу проще мог выводить пот, ну, и, как бы, токсины вместе с ним. Поэтому я именно помылся с мылом перед бегом. И после бега можно будет ополоснуться. А, может быть, и не буду ополаскиваться, потому что, ну, как бы, я, вот, не всегда ополаскиваюсь прямо после бега. Хотя по будням, да, по будням я утром, получается, утром бегаю и потом ополаскиваюсь. Вот, но на выходных не всегда я ополаскиваюсь, потому что, ну, как бы, просто считаю то, что... То, что... Вообще, конечно, момент интересный. Надо подумать насчет него, потому что есть смысл... Вообще, по-хорошему, надо, конечно, ополаскиваться после бега. Потому что все это через кожу выводится. И если не смыть это все, это второй раз может, опять-таки, всосаться. Но не всегда это получается из-за времени, опять-таки. А по-хорошему, наверное, стоит это делать. Просто поясню этот момент, да, почему как бы заколебался. Не мог сразу, да, понять, как бы, как это правильно описать. У меня вот такой нет проблемы, то, что я там, например, как-то там покачаюсь или побегаю. Вот у меня там, допустим, да, все тело потное, но пот у меня не такой, он как бы не вонючий. И, соответственно, если я, например, поработаю, попотею, а потом подсохну, то как бы следов никаких не будет заметно. То, что, ну, просто, да, вот некоторые люди, им как бы без этого просто невозможно. И, соответственно, я просто такую нахожу для себя эффективность с точки зрения экономии времени. Вот, но, наверное, все-таки разумно действительно ополаскиваться после этих нагрузок, для того, чтобы смывать вот эти вышедшие токсины из кожи. Ну, что, друзья, я на старте. Моя пробежка началась с Богом. В лесу сейчас осень, красиво. Идет 32-ая минута бега. Мысль. Если махрота начинает отходить, ее нужно отхаркивать и отплевывать. Но делать это незаметно. В этом ничего такого нет. Это абсолютно нормально. То, что скапливается и выходит, нужно продвигать на выход. Не нужно для себя, в первую очередь, делать вид, то, что вы такая бабочка, чистенькая, и как бы у вас нет токсинов и все такое. Все те, кто не сыроед, у них токсины есть. И поэтому выходить при длительном беге будет, и это нормально. Ну, и в этом смысле очень удобно бегать в лесу, на природе. Потому что тут хотя бы есть куда поплевать. А если, например, бегаешь на беговой дорожке? Ну, если у себя дома, можно поставить рядом стаканчик. А если, ну, где-нибудь в общественном месте, на треке и так далее, это уже не очень удобно. Тридцать четыре минуты бега, и у меня уже три круга по лесу пошел четвертый. И помним, друзья, идет война. Настоящая война. Может быть, даже покруче, чем в 45-м. Но выживут самые разумные. Не самые сильные, в первую очередь, а самые разумные. Это очень важно понимать, важно понимать разницу. И мне сейчас нужно добежать до другого города, потому что в этом городе есть люди, которым я могу помочь. И я бегу туда для того, чтобы их спасти. Больше никто не сможет их спасти. Бежать туда километров 20-30 я точно не знаю. Но мне обязательно надо туда добраться. Но силу и выносливость нам пригодится тоже. Касательно пота от деления. Можно бегать двумя способами. Можно накинуть на себя что-нибудь хлопчатобумажное. Ну или, в принципе, бегать в маечке. И тогда пот будет испаряться, и он не будет выделяться. Организм не будет выделять пот. Я накинул на себя такую изоляционную куртку, которая в каком-то смысле не дышит, как пакет. И я там внутри жарюсь. У меня пот хорошо выделяется. Организм понимает то, что находится в тепле, в жаре. И для того, чтобы охлаждаться там внутри, он выделяет пот. Ну и плюс, ну это как бы для меня, я просто рассказываю. Для меня это важно, потому что таким образом он выделяется, и они выходят, токсины выходят. Если у кого-то пот и так обильно выделяется, то, наверное, в этом смысла особо нет. Хотя, вот как-то не поверю я то, что прям на холоде, без, ну какой-то одежды, пот будет выделяться. Я такого не видел. Время. Час. Шесть минут. Прошло, я пробежал шесть кругов. Легкий подзадоб уже начался в каком-то смысле. С точки зрения адекватности, с точки зрения адекватности, я вчера утром не бегал по лесу, позавчера утром не бегал по лесу, вчера бегал по городу минут десять. Вот, но таким образом я себе дал ногам отдохнуть. То есть я в каком-то смысле восстановился. Плюс я сегодня выспался и чувствую себя хорошо, в принципе. Поэтому, поэтому с точки зрения адекватности я могу продолжать. И по ощущениям так же. С точки зрения мотивации. Я еще не добрался до соседнего города. Я еще бегу. Я еще не спас тех людей, которых хочу спасти, которые нуждаются во мне, которые ждут меня. Поэтому я продолжаю бежать. Враги оккупировали транспортные средства передвижения. Не работают никакие автобусы, ничего не работает. Я могу добраться туда только бегом. И поэтому я продолжаю бежать. Друзья, что я имел в виду, когда сказал, что меня уже подзадолбало. Ну, это значит, что я уже чуть больше часа пробегал. Сейчас у меня идет седьмой круг. И свои мысли я в голове уложил. Продумал, переработал. Ну и как-то теперь просто бегаю. Скучновато немножко. Чтобы не было скучно, я подготовился. Я взял с собой телефон, зарядил его. И сейчас буду продолжать слушать выступление Мухтара Гусин-Гаджиева, которое называется «Как жить, чтобы жить». Стас, благодарю тебя за то, что ты прислал мне этого великолепного человека выступление. Очень классно. Вот его выступление. Мухтар Гусин-Гаджиев «Как жить, чтобы жить». 23 лайка, 0 дизлайков. Рекомендую всем к просмотру. Очень классный человек рассказывает про жизнь, про свой опыт. Выступление это продолжительностью 2 часа 50 минут. Я на неделе за обедами, ну и так далее, в промежутках успел посмотреть только 2 часа. И мне осталось 50 минут. И как раз сейчас я продолжу его смотреть. Мне будет весело, и заодно я буду заниматься своим делом. А тем временем у меня прошел седьмой круг. Я когда бегаю, я телефоны выключаю. Включаю режим в самолете. И, ну, сейчас я вот это выступление Мухтар не скачивал, а буду смотреть по интернету. Ну и включил из-за этого телефон, и мне пришла смс-ка. Смс-ка пришла с хорошей новостью. Хлеб для меня приготовили. Я заказывал хлеб там за неделю. И сегодня его можно будет забрать. Хлеб полбино из полбы и из ржи на воде какой-то там колодезной. В общем, какой-то классный хлеб. Соответственно, будет у меня во второй половине дня хороший способ восстановить энергию. Можно работать, можно бежать в другой город, спасать людей. Там меня накормят. Что самое важное для меня в этом хлебе, это то, что он цельнозерновой, без сахара и без дрожжей. Он на закваске. Ну и про Мухтара тоже добавлю. Мухтар настоящий орель. Так что рекомендую нам всем туда дорога. А тем временем прошло 9 кругов. И время сейчас 1.55. 1.55 минут я бегу. Ноги уже подустали. С дыхалкой все в порядке. Ноги подустали в каком плане? Не мышцы, а именно, наверное, коленки. И вот то, что с костными этими вещами связано. Сейчас воспользуюсь советом, пока продолжаю бежать. Воспользуюсь советом Сергея, бегуном. Он рекомендовал перемещаться как бы в горизонте, не испытывать колебаний по вертикали. Потому что от вертикальных вот этих колебаний идет сильная нагрузка как раз на ноги, на позвоночник и так далее. Так что нужно будет плыть как корабль. Продолжаю. Тем временем я досмотрел выступление Мухтара. Классное выступление. Рассказал то, что в Москве есть, он знает, одну орлиную семью. Интересно было бы, конечно, с такими пообщаться. Но таких непонятно как найти. Благодарю Мухтар. Благодарю Стасу, что прислал это выступление. Ну, а я тем временем плыву уже по лесу дальше. Ссылку на выступление ищите под видео. Прикреплю ее там. Время 2 часа 8 минут. Что-то запутался, я уже в кругах. Надо будет посмотреть и вспомнить, какой это был. Какой прошлый был. Сейчас, наверное, 8-й или 9-й, или 9-й был уже. Точно не помню. Воспользовался сейчас записью, своей же видеозаписью, для того, чтобы восстановить историю по кругам. И что получается, предыдущий на самом деле был уже 10-й. И сейчас я пробежал 11-й круг. Время 2 часа 21 минута. Пока продолжаем работу. Дюжина. Дюжина 12 кругов. Время 2 часа 33 минуты. Последний рывок. Спасем тех, кто у нас нуждается. Подходит к концу 14-й круг. Подходит к концу 3-х часовой бег. Еще немножко и 3 часа. Что хочу сказать? Хочу теперь сказать то, что... Ну, во-первых, я уже почти добежал до города. Куда бежал для того, чтобы спасти людей. Люди будут спасены. И потом мне нужно будет заживлять свои раны. Ну, в кавычках. Раны. Нужно будет восстанавливать углеводы. У меня будет бездрожжевой хлеб на закваске. Плубина ржаной. И... Также нужно будет использовать кровь. Кровь. Какую в кавычках кровь? Овощную кровь. Из свеклы и моркови. Они очень хорошо восстанавливают. И я уже выбегаю из леса. Остаются последние секунды. Ну, все уже. Все. 3 часа. Победа. Ура! Ура! Можно останавливать секундомер. 3 часа. Ну, что могу сказать? Ходить как-то непривычно уже. Ноги какие-то как палки. Ну, и лакмусовская бумажка. То, что бег прошел нормально. Без особо сильных перегрузок. Это то, что я поднялся еще пешком на свой этаж. А это выше, чем седьмой этаж. И сейчас первое, что я сделаю, это сразу попью воды. Растяну ноги, мышцы. Для того, чтобы завтра не испытывать дискомфорт от молочной кислоты. И закину сейчас себе сразу слив. Слив и, может быть, там еще что-нибудь из фруктов. Попил воды. Между водой и фруктами я сделаю упражнение растяжку для ног и схожу в душ. Пока куртку специально не снял, для того, чтобы пот не испарялся, чтобы смывать его весь в душе. А тем временем я подготовил фрукты. Еще нашел у себя облепиху. Где-то съел сейчас с удовольствием, с большим полстакана облепихи. Давно у меня такого не было. И сейчас вот остались во рту косточки. Я извлекаю из них масло, добываю влепиховое фрукты. Ну, то есть я решил пока сок себе не отжимать. Сок буду отжимать попозже. Все-таки поем фруктов. Что-то мне хочется как-то поесть фруктов. Фрукты будут вот такие у меня. Сливы, виноград, мандарин один и вот этот вот боярышник. Кстати, вот боярышник и шиповник чем полезны? Ну и как облепиха тоже. Появились у меня такие размышления на эту тему. Смысл какой? Да, это известно, что полезные ягоды. Полезны не тем, что там очень много микроэлементов разных. И, как я понимаю, в общем-то, наверное, без разницы, какие ягоды есть. Главное, с большим количеством микроэлементов. Ну и получается, вот боярышник, его прям так можно есть, мыть и есть. С какой смысл? Смысл, как мне кажется, в том, что процесс закисления, да, вот стандартная еда, вареная и так далее, еда, которая способствует кормлению грибков, она в организме провоцирует очень много слизи. Ну, то есть, как бы организм закисляется. Для того, чтобы раскисляться, организм использует те же самые микроэлементы, которые в больших количествах находятся в ягодах, в кальции. То есть, если получается этого всего дефицит, тогда организм использует свой кальций из костей и зубов. А если вот таким образом помогать организму, тогда человек будет здоровым. Вот будем пользоваться этим. Касательно еще мандарина тоже, вот отмечу такой момент, дошли до меня. Дошла такая информация о том, что в Абхазии пока для мандаринов рано. То есть, как бы сезон еще не начался. И, соответственно, как бы, чтобы их сделать и продать быстрее, люди начинают химичить. Поливают их непонятно чем. Так что, все-таки вот, когда-то я в предыдущих видео записывал то, что ем мандарины с кожурой. Этого лучше не делать. Ну, и как бы мандарины лучше вообще не есть пока. Абхазские, я имею в виду. Надо подождать, пока они созреют настоящие. Насчет сливов, вот еще один момент отмечу. Некоторые люди, ну, как бы, боятся есть сливы. Потому что говорят, что там слабительный эффект оказывают они. В общем-то, в этом ничего плохого нет. Даже хорошо. И, ну, чтобы какая-то ценность тоже была всей этой трансляцией, подарю вам одно слово. Такую ассоциацию. Вот в испанском языке сливы по-испански будут сируэла. Так что можно в каком-то смысле такую ассоциацию себе отложить. Будет полезно. Друзья, утренняя пшенная каша у меня, наверное, расщепилась до атомов. И я после пробежки перекусил фруктами и сейчас выдвинулся на улицу для того, чтобы забрать хлеб. Без дрожжевой, на закваске. Поеду. Друзья, вот я и добрался до магазина, где находится мой хлеб без дрожжей, без сахара, из цельнозерновой муки. Магазин называется «Народное здоровье». В Москве находится на станции метро, ну в том числе на станции метро проспект Вянацкого. Есть еще на другой станции метро, точно не помню. Ну, сейчас я небольшой обзорчик этого магазина сделаю, но в отдельном видео. Тем временем я забрал хлеб и вернулся сейчас в свой район. Заодно еще на какое-то время взял сына погулять. Ну и мы сейчас даже не погулять, а пойти сок отжимать. Мы сейчас заодно решили прогуляться. Вот, и попали на площадку с турниками, с брусьями. Я тут заодно решил позаниматься, поподтягиваться. Ну, посмотрим, как там пойдет. Нагружаться я сегодня сильно не буду. На вот таких вот турниках, брусьях поподтягивался. Подтягивался, три подхода. Первый раз 10 раз, второй раз 9 раз и третий раз 8 раз. Ну и сейчас надо двинуть, подкрепляться, восстанавливать углеводы и так далее. Подготовил морковь, свеклу. Сейчас будем отжимать сок. Вот такая вот тарелочка с витаминами. Свекла. Очень плотная, очень сочная. Морковь тоже хорошая. Пока сынок мне выжимает сок, покажу вам хлеб, который купил. Самый лучший хлеб для меня, который я смог найти здесь, в Москве. Состав. Во-первых, да, чей хлеб? Хлеб этот называется Ржанополбиной от семьи Бесединых. Полба, она лучше, чем пшеница, в том смысле, что там, ну, как говорят, нет глютена. Вот, и, соответственно, те люди, которые имеют аллергию какую-то на пшеницу, да, они используют полбу. Ну и сил много в полбе. Чисто ржаной хлеб не очень хороший, потому что он кисловатый и на поджелудочную влияет, соответственно. А вот полбино ржаной самое то. Состав. Мука хлебопекарная, цельнозерновая, грубого помола, ржаная, ржаная, так, простите, пожалуйста, цельнозерновая, грубого помола, ржаная 60%, полбино ржаная 40%, солод ржаной ферментированной, семя льна, родниковая вода, природная закваска, семя подсолнуха, соль. Никакого сахара, никаких дрожжей, никакой муки первого сорта, ну или какого-то там другого сорта. Вот так вот это чудо выглядит. Здесь надрез небольшой, чтобы было видно, что там внутри настоящий русский хлеб. Где-то года два назад я тоже что-то подобное делал, но как бы для того, чтобы такой хлеб сделать, нужно очень много энергии, времени. Поэтому очень классно то, что есть возможность купить такой хлеб. Сок готов. Сок у меня тут сейчас хлеб. Сейчас покажу. Вот вспомнился такой момент из религии, христианства, что там как бы, да, хлеб представляет из себя плоть Иисуса, а вино представляет из себя его кровь. Ну, вот мне кажется, что это как-то странно, да, вот как это все ассоциировать с вином. Причем у них там получается, во-первых, странные вот эти две вещи. Вино, алкоголь, да, что нельзя употреблять. А хлеб у них там, ну, как бы не такой, не целенозерновой, там просворки. Они делаются из белой муки стопроцентной. То есть, как бы это тоже, по сути, нельзя употреблять. То есть, как бы хотя бы тогда нужно вот кровь, да, это сок из свеклы, из моркови. И если уж есть хлеб, тогда только целенозерновой, опять-таки, без сахара, иначе, как бы, сколько болезней будет. Зачем это надо? Ну, и опять-таки, тоже такой момент отмечу. Я буду пить отдельно сок, отдельно буду пить сок, и потом, через какое-то время, ну, поем нормальную еду уже с хлебом. То есть, как бы, я эти два продукта смешивать не буду, потому что нужно сделать так, чтобы сок, все полезные его витамины, сосались отдельно. День подходит к концу, уже 8 часов вечера. И, ну, что ж, друзья, скажу вам, что я на еду в каком-то смысле попал. То есть, я попил сок, потом я поел, 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 поел. В общем, ел я около двух часов. Ну, закончил все-таки жареными семечками, чем-то таким, да, чтобы насытиться. И вот у меня тут связка бананов, пару бананов съел. Ну, вроде как, ну, то есть, как бы, понятное дело, да, то, что никакого там сахара, никакой муки, но продуктов много. И, причем тоже, и молочки никакой единственное, вот из такого, как бы, не вегетарианского, не веганского, это была курица немножко. Вот, но без молочки, без всего, капуста такая поджаренная, что еще, хлеб, цельнозерновой салат. В общем, такие вот дела. Ну, как бы, да, организм теперь будет стараться компенсировать потраченную энергию. Энергия очень хорошо потратилась, да, в три часа я отбомбил в лесу, потом еще поподтягивался. Пока так. Друзья, ну, в итоге сейчас время уже 9 часов 30 минут вечера. Так я и закончил теми последними двумя бананами. Дальше никуда не пошел. Ну, и сейчас уже спустя какое-то время наступила сытость и порядок. На этом свой видеоотчет Даня, V-Log. Видео-лог я буду заканчивать. Благодарю за внимание, благодарю за то, что были со мной. Ну, может быть, да, было бы классно, если бы я этим видео, может быть, кого-то смотивировал. Благодарю вас за внимание. Всего самого доброго. Успехов, счастья, здоровья. Ведите разумную жизнь. И все у вас будет замечательно. Пока.